4 мая в гимназии номер 259, как и во всех образовательных учреждениях нашей страны, прошла торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. Подробности события в нашем материале. В четверг, 4 мая учебный день учеников гимназии номер 259 начался в необычном формате. В учреждении прошла торжественная линейка, посвященная празднованию значимой даты – 78-й годовщины Победы Великой Отечественной войне. Все ученики собрались в просторном зале. У большинства из них в руках фотографии родственников, участников былых сражений и тружеников тыла. В центре – барабанная группа. Началось мероприятие снесения Знамени Победы. Твердо чекание шаг, знаменная группа торжественным маршем проследовала в центр зала. Затем под звуки государственного гимна Российской Федерации был поднят флаг Отечества. Эту почетную миссию доверили лучшим ученицам гимназии Дарьи Ковалевой и Ирине Тен. Важным событием данного мероприятия стало зачисление в летопись истории гимназии двух героев, отдавших жизнь в борьбе с неонацистами, до конца выполнивших свой воинский и патриотический долг по защите национальной безопасности России. Затем подчиняем специалисты в Питере, в Питере, в Питере, в Гимназии двух героев, которые победили в БСО, Павел Анатолий Анатольевич, 20-го года, 22-го года. Питер. Питера. Великой Отечественной войне Время этих событий до сих пор с болью откликается в наших сердцах. Важно, чтобы об этом знали и помнили юные жители страны. Всех погибших в годы Великой Отечественной войны, а также участников СВО, гимназисты почтили минутой молчания. Апофеозом торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стало прохождение Бессмертного полка. В этом году формат акции был несколько изменен. Но неизменным остался парадный марш памяти, как народные летописи героизма и мужества, стойкости и преданности нашей Родине. Гимназия После торжественной линейки во всех классах гимназии прошли внеурочные занятия, разговоры о важном, где ребята и учителя вели беседы о переломных моментах ушедшей войны и о символах, ставших традиционными. На сегодняшнем мероприятии, на сегодняшнем классном часе, будем так говорить, мы вспомнили годы Великой Отечественной войны, вспомнили основные переломные моменты в Великой Отечественной войне и, конечно же, те символы, которые мы храним в своем сердце, и, соответственно, знаем о них и будем всегда помнить. Это символ Журавля, это символ Георгиевской ленты, это символ Знамя Победы, но и, соответственно, конечно же, это наш, наверное, уже ставший традиционным символ Бессмертного полка. В одном из классов учится Вадим Прасолов, правнук человека, который о войне знает не понаслышке. Он рассказал о своем героическом родственнике. Мой прадед, Красовый Андрей Васильевич, родился 7 октября 1923 году. На фронт ушел в 1941 году. Он был командиром отделения связи арсиллерийского 425-го полка. В городе Бийсков был направлен в город Арзамас. Там обеспечили оружием и военной техникой, после чего убыли оборонять в Воронеж. Бои шли жестокие на дуну. Поскольку враг шел на восток, задача полка была остановить его любой сной. В 1943 году наступил переломный момент. И наши войска пошли в наступление, в том числе 425-й полк, куда входил мой прадед. И начали форсировать дом для дальнейшего наступления на Запад. Была освобождена Украина. Такие города, как Харьков, Киев, после вышли на границу Румынии, которая также была освобождена. Мой прадед встретил победу под Прагой. Отметим, в целях безопасности бессмертный полк в этом году не выйдет на улицы городов и поселков. Но российские школьники все же смогли почувствовать себя частью грандиозного патриотического проекта, подняв на торжественных линейках над шеренгами портреты своих героических предков и почтив их память минуты молчания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА